Провинция решает. Набросим говна на вентилятор. Нам пришло. Еее. Тесаку раз на раз предлагал выйти. Давай, пойдем, отойдем. Ты же под камеру играет. Куда мы еще дальше дадим? Пройдите в пресс-хату, дорогие друзья. На дерби общаки пересекались иконские, мясные. Последняя моя акция. Я человек, который с ним подрался. Ну и как он себя как соперник? Прорубились, получили пизды, пожали руки, разъехались. Немножко подвыпили и уснули. Люблю я помахаться и бухнуть. Субтитры добавил DimaTorzok Да нам даже, ребята, кнопку-то серебряную нечем открыть. Нам пришло. Вот он. Я, если честно, даже не верю в это уже. А она пришла. Посмотрим, как она выглядит. Обзор на серебряную кнопку канала Дух Проверс. Ебать. Выглядит достойно. Не так ли? Серьезно, серьезно. Раз. Поздравляю. По-русски написано. О, да это фейка, что ли? Ладно, шутим. Ебать. Ебать. Роман, потрогай ее. От нее богатством пахнет серебром. Сьюзан Ваджицкий, генеральный директор Ютуба, поздравляет. Hi from Susan Ваджицкий. Да не, круто. Блин, роман. Что, получается, не зря старались, что ли? Когда же 100 тысяч-то будет? Да. Вот. Вот. Вот здесь. Вот сейчас. Вот. Да вот они, 100 тысяч-то. Господи. Вот она. Нахуя намотана. Друзья, спасибо, на самом деле, что вы с нами. Как нам обещает друг, который запаковывал кнопку ЗАГ, старичок ЗАГ из United States, то, что следующий рубеж в миллион будет гораздо ближе. Конечно, мы ЗАГу не поверим, потому что он пиндос. Да ладно, шутим. Нет. Все будет. Все круто. Планов у нас громоздья, сказал бы я, если бы хотел напиздить, пока планов нет на следующий год. Вот, но будем делать. Предложений много. Самое главное, нам нужно сохранить, конечно, наш вектор, в котором мы двигаемся. Хотелось бы, конечно, чтобы все наконец поняли то, что дух провинции, это как бы на самом деле не на карте, нарисован. Мы не будем переобуваться в какие-то стили, некомфортные нам, но мы хотим улучшить качество контента, естественно, для того, чтобы привлечь еще больше аудитории. Пишите предложения, кайфовые всякие, приедем, поснимаем. Поэтому, если есть что-то интересное, стопроцентное, пишите в личку мне или Роману. Мой инстаграм вот, Роман инстаграм вот. Вот, поэтому все дороги открыты, дорогие друзья. Мы, как и были, всегда доступны для предложений. Так и останемся. Я вот все только сейчас пожаловался на херовую жизнь, а там кто-то говорит, идут молодежь, студенты, и такие, что там, сколько вышло? Да 210 с перелетом. 210, ну ахуй, 210, ребята, это 3000 евро, куда-то собрался он. Налаживается, походу, все в стране, налаживается. О, а это в очередь не за билетами, а за две. Блядь, дезинфекционная станция, отвечаю, написано. Блядь, я думал, хоть бесплатно хавчик дают бомжам. Удачной дезинфекцией, мужики. Друзья, посмотрите сюда, посмотрите сюда. Вы многие мне пишите? Многие интересуются. И многие пишут мне насчет того, что, блин, ты стал мотиватором бросить какую-то обыденность. У меня есть клиент постоянный, который говорит, Иван Серега, благодаря тебе я вообще начал татухи, ну, типа, на себе колоть. Я ему полтела уже заколол. Говорит, а теперь еще и хочу съездить в Европу, посмотреть, каково там, в Прагу, вот уже взял билеты. Ты меня мотивируешь. Так вот, сегодня вашим мотиватором будет Андрюха Шофер, который уже не один раз был в выпусках, и который в своем уже приличном возрасте выглядит куда поприкольнее, чем... Чем мы с Романом? Ну, в частности. Ну, я... Ну, ладно, ну что, ну все же знают, что мы нормальные цены. Я специально взял, обул такие ботиночки, чтобы точно не разрешили заниматься, и я мог проебаться в зале. Только мы зашли в зал, и сразу же, вот сразу же, блядь, опять все про Самару. Все дороги ведут в Рим. Оставьте это для своих вот этих вот. Все дороги ведут в Самару, потому что как только мы зашли, я встретился с очень опасным человеком, и зовут его Иван. Просто Иван, это, ну, бывший вокалист группы ОХС, чтобы вы понимали, кто еще не знал. Концерт у нас был. Я Шру вообще отмешенную списку сделал. Я тогда первый раз с ним познакомился, и у меня просто все было вот тогда в кайф, согласитесь? Тогда все было в кайф. И как будто бы прошло лет 15, потому что... Как будто больше, блядь, никакой не было там какой-то розни, блядь, все вот так вот вместе были в самое охренное время. Мой пол у родительской квартиры всегда был забит гостями, а теперь, блядь, приходится снимать квартиры и снимать в ложике в залах, блядь, в 20-ти миллионном городе, и все равно в любой зал зайдешь и знакомых встречаешь. У меня просто уважительная причина. Я сегодня не в спортивной обуви, поэтому не могу присоединиться к вам. Так-то я вообще нормально разогрелся. С спортивной станы забыл. Старик, и у меня просто по технике безопасности шпингалеты не позволяют, чтобы лопнули шпингалеты. А у меня горло болит, у меня от врача справка есть, но нельзя заниматься. Я постригся еще. Ничего не хочу. Я вообще по кардио горю. На самом деле, без шуток, я уже 10 килограмм скинул по сравнению с тем чудовищем, который был после Грузии. Все это нервы, дорогие друзья. Но все эти нервы не надо заедать, как я, как ебанут. У меня поездка, это обжираловка. Старши, я нервничаю. Дальше нервы. Нервы, нервы. У Андрея надо сказать. Андрю, как вообще бороться, если я при каждом нервах срываюсь, и потом приходится приходить с себя в форме? Бухаешь, как конь. Нет. Нет, это наоборот лекарство. Бухаешь, как конь. А то срываешься на еду. Да, я жру, как, блядь, скотаблаза. Спокойки не пей. Да? Да. А на остальных боярышных вообще. О! Серьезно, да. Зуб дай. Все синяки на нем сидят. У меня вообще, да, да, да. У меня весь район раньше был в пузырьках. Нет. Фумфурики. У нас фумфурики называли. А у вас? Пишите в комментариях. Я расскажу недавно по истории. Пошел на рынок магазина, ну, на нервозах оттуда вышел. Пошел домой, думаю, алкоголь меня, надо сказать, успокоит. И вспомнил, что у меня в машине лежит на судоне боярышника маленький фурик. И я его, короче, выпил. Во-первых, я успокоился, ну, прям на уровне. Грустнул, блядь. 25 грамм всего фурик. Вот, советую. В каком-то провинциальном городе, кстати, аппараты ставили с ними. Ну, вот эта хуйня, да, ночное обслуживание. Короче, все садимся на боярыши. Да, да. Вы посмотрите, как прекрасно выглядит человек. Андрей, сколько? 40 плюс под боярыши. Под боярыши. Но, правда, небольшое учесть надо, что придется так немножко поработать. Но это же мелочи, пацаны, это все хуйня. Вы сможете совмещать. Кстати, Андрей, вот насчет алкоголя со спортом. Совместительство. Можно. Если я говорю серьезно, да, я пишу под кого. Ну, всем вам известно, есть эти разрушенные дни. Просто народе Чехмилы, да, называющиеся. То в воскресенье можно позволить себе и торт кусок большой, и виски грамм 200-300. Но, знаешь, что потом ты пойдешь на дорожку, выходит, не получится, а сейчас. Все. У меня лично уже вот как раз таки желание пить отбросило. Не, не хочу в два раза больше работать. Ты отучился где-то? Да, отучился. Сейчас пойду, куплю абонемент за 10 тысяч и буду. Не, не, еще как половина, я очень много лет, 10-летний принимался. Вот, отучился в фитнес-академии, когда в КПА Калашникова. Калашникова, если бы он ушел с более высокоплачего, он работать на Аминьи, хочу работать там, где мне в кайф. А деньги они будут, в любом случае. Если человек уходит, делает такие шаги и абстрагируется от денежной зависимости какой-то, уходя в то, что ему нравится, и считает, что я тоже через это проходил. Конечно, не могу сказать, что мне платили дохуя в Самаре или там в Москве, когда я начинал жить. Но одним словом, ребята, нужно решаться, самое главное. Не ныть всю жизнь, как там, прям, мои родственники некоторые, которые просто там, на горбу, бля. И потом уже к старости не понимают, что происходит. А именно уходить и стараться, чем раньше, тем лучше заниматься тем, что нравится. Наверное, не у всех это получается, но все равно, да и хуй с ними, с деньгами. Андрюх, ты вот любовь свою в спорте нашел еще, между прочим. Да, отучился там же, кстати, вот, скажем так, нынешний жернуться круглым половином. Живем вообще, она такой же тренер, как и я даже, да, повыше меня наглого. Просто душа просто. Хорошо, что ее сегодня здесь нет, чтобы она нас не причмырила жирных уебанов. Но это ничего. Да, одни плюсы. Минусы практически нет. Ну, а те, кто уповают на то, что не занимаются, потому что нет свободного времени, так, да. Если бы я сейчас был телевизионный репортер, я бы приехал и подумал, так, сколько ему, 42 года? Это, соответственно, он был в бомбере, в нулевых, с портвейном. Это что, это поролон? Это, блядь, наебка не может быть такого. Он должен был умереть уже. Он должен был сколоться. Этот скин старый. У нас там есть такой символ с поролона. Филстер, ну, какой-нибудь негр поролону, я иногда его одеваю. Ну-ка. Просто уж тут у нас Иван стоит, который Тесаку раз на раз предлагал выйти под Рассу. В смысле, раз на раз, я его отпиздил вообще. Многие спрашивают просто про Тесака, раз уж на то пошел. У нас разносторонний контент, у нас свободы слова на Ютубе. Так что, Иван, раз уж на то пошло, сколько тебе лет сейчас? Мне 30. Держишься в форме, стараешься. С утра. Мы не договаривались ни о каких встречах, это реально случайная встреча в зале произошла. Поэтому вот такие дела. Поэтому я в красных Мартинах, чтобы не заниматься. Поэтому не предъявляйте Шиву, бля, за меня, пожалуйста. Не, мне, можете предъявить, что угодно. Я вообще-то ютубер, мне похуй с кем-то, понятно вообще? Мы тем более знакомы. Вот эти политические моменты Ивана я никогда не поддерживал. Чего не давать сюда? Нет, я имею в виду к тому, что я за то, чтобы не ругаться ни с кем вообще. Поэтому мы это все оставляем. Мы это все оставляем, да, где-то там. А вот Ивана хочет спросить, пиздатая группа была? ОКС. Почему так вышло вообще? Ну вот если опять же не касаться политических тем. Ведь это же до всяких майдановских тем было то, что... Да, почему начали расплодаться до всей хуйни? Ботовуха? Распиздяйся. Распиздяйся. Но ведь это была... Кто-то просто забил хуйку, перестал репетировать нормально, перестал материал учить. Ну как ты знаешь, это потерялось вот это все, ну запал, понял? Концерты были, но они уже не приносили того кайфа. Ну просто есть нормальная жизнь. Денег нам это не приносило. Просто перегорели. Хардкор вообще не приносит мне кажется денег. Бля, он только забирает. Да. Но движуха-то была кайфовая. И до сих пор замены никакой не найдена. Бля, вот если бы не движуха, так как бы... Ну... Никак. Никак. Сейчас мы прошли бы... Сейчас мы прошли бы... Кто это, бля, чун там... Чу за хипстер, бля. Просто Марцинкевич, подумал, блядь, здоровяк, пизды мне дал сейчас. Набросим говна на вентилятор. Знаю то, что любителей Марцинкевича у нас на канале много. Поэтому почему бы нет? Веришь, нет? Вот я вам, блядь, вот положа руку на сердце и клянусь просто. Вчера завожу прямой эфир. И один из вопросов. Что скажешь про конфликт тесака и барабанщика у ХС? Я говорю, чуваки, это было лет 8 назад. Или 9. Ну и что там было? Было все очень просто. Максим вышел, когда с зоны откинулся в 12-м году. Он увидел, короче, что... Ну, он потерял авторитет, короче, нихуёненько так. Ну, все пацаны там что-то в татуировках. И-то веганы, хардкоры, мошпиты. Он вышел, блядь, смотри, так ёп. А он вот с этой темы вышел. Не-не, это чуть-чуть позже, да. Он, короче, вышел, а он же, блядь, авторитетом, короче, заходил на дом. Вышел, такой, блядь, чё за хумоя, блядь, чё за хиппи, блядь. Вот, и в какой-то момент он увидел, что мы, как-то всю движуху, ну, окучиваемся, все, блядь, все ходят на нас, смотрят, там, трубятся, может, пить, там, все подписываются. И у него прям неприязнь резкая, прям резкая неприязнь. Я помню, концерт был. Он же топил за ОХС, ну, как-то. Не, как-то топил. Ну, короче, концерт был, с каким-то рапаками. Я не помню, с кем Гангет, но это в Москве был. И вот, когда он пришел, это буквально там, что-то месяц, как он откинулся. Когда он пришел, и с ним никто вообще из нас не поздоровился. Он, блядь, просто, блядь, чё за хуйня. Нужно диверсию мутить? Не, ну, он просто, он зуб точил, он просто жесткий зуб точил. А вот этот кипиш, как произошел, блядь, ну, случайно встретил Дивинского в метро и Максим. Такой, типа, знаешь, чё, Павах хотел ему отвесить, короче, под затылью. А Дивинский, он тайский боксер, блядь, короче, повернулся. И причем не болтун, вот скажем так, потому что я помню еще, когда эта вся тема была, я писал, ты чё за хуйня, Миша, блядь, там первые места занимает по тайке, не думаю, что он не отхуярит Марцинкель. И все время Миша так сдержанный, без комментариев. Не, не, он спокойный, да, да, он спокойный, да, пацан. Ну, в общем, короче, он говорит, блядь, вот такая хуйня, пытался на меня прыгнуть. Мы звоним, короче, ему, блядь, ты чё, долбоёб вообще, блядь, да, вы там веганы, пидорасы, там, ээээ. Так и знал, что это все связано, картошку ест, пидорасы. Вот, и, короче, он заявился на MyTracks, вот, и, ну, как бы там все на все, один на один, там уже было похуй. И так получилось случайно, понял? Все, короче, ну, Миша Девицкий, а хоть, ну, то ли там кто-то позвонил ему, то ли кто-то пописать вышел. В общем, он поймал его одного, короче, на камеру, вот этот видос известный, это вот он случайно его одного поймал. И я впрекся, короче. То есть, когда народу будет много, что ты думаешь? Или я ослышался, что перепутали? Я ослышался и перепутали. Я сказал совсем, какую дверь, я сказал тебе, ребят, ты не мне сказали, а... Да, конечно, что ты просил. Но нормально все, что ты говоришь. Что ты хочешь? Расскажи, что ты о тебе отношишься? Я не знаю, что ты расскажи. — Ну, давай с тобой поговорим. Ты кто такой? Ты кто такой маленький? Ты кто такой? Это мой друг, ты кто такой? Блядь, вот твой друг, вот, конкретно, ну, да? Он рассказывал, значит, что он против расизма. Да, против расизма? Я считаю, что расизм, да. Всё это не сказано. Ну все, я слышал за выступление, блять, вот ты говорил, что ты против расизма. Я говорил, что в этом нет ничего на данный момент, в нашей условии, в нашей стране, ничего положительного. Что значит, что нет ничего положительного? Ты против расизма, только за расизм. Пойдем поговорим. Ты кто такой, где отсюда? Что ты тыкаешь-то? Пойдем поговорим, что вы здесь стали-то снимать? Я с тобой вообще не знаю, кто ты, блять, что тебе надо? Я разговариваю с ним. А кто ты? А кто ты? Адвокат может быть? Да, не знаю. Кто ты? Я тебе сад. Тисак, молодец. А ты кто? Я Ваня. Ваня раз на раз. Что за Тисак? Ваня, Ваня, а ты-то расскажи, ты за расизм или против? Я с тобой не собираюсь разговаривать. Ты только что сказал, дай разговаривать. Ты только что сказал, давай разговаривать. Пойдем, отойдем, ты же под камеру играешь. Куда мы еще дальше найдем? Я, конечно, играю под камеру, да? Ну что, да-то. И вы, блять, подожди, ты за расизм или против? Пойдем поговорим с тобой, пойдем, пойдем поговорим, что ты. Да мы еще дальше выйдем. Ну видишь, что у тебя три камеры у тебя снимают? полный. Я что, я не знаю, серьезно, мы сейчас кривляемся. Здесь завязываем, здесь он вообще завязан, мы ничего не договорились. А там ты просто не выстрелил, не выстрелил. Нет, не выстрелил, не выстрелил. Все, 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 все. Что ты сказал? По поводу этого видоса, когда мне вчера задали в прямом эфире этот вопрос, я подумал, это же, вот опять же, Марцинкевича я лично не знаю. Смотри, вот задавая такой вопрос на камеру, типа, а вы что, не расисты и так далее, это то есть вообще, я лично, спустя года, почему-то я тогда этого все не одуплил, а сейчас у меня чакры раскрылись. И я говорю, ебаный в рот, это же прямая провокация получается. То есть ты на камеру, ты что, расист? То есть если даже человек расист, он говорит, да, и он автоматически себя в хату, в пресс-хату, блядь. Пройдите в пресс-хату, дорогие друзья, на пресс-аташе. У нас как бы и тогда, и сейчас, ну, мнение по этому поводу, что чистый расизм, это, ну, нахуй никому не надо. Мы как бы здесь, блядь, ну, нету войны, как бы, расовой, там, черных, белых, как бы, знаешь, ты спокойно живешь в государстве. Есть как бы национальные моменты, терки там какие-то, да, религиозные, но расовы, расовы... Но они везде есть. В любом государстве. Они есть везде, и как бы тут, скорее, вопрос был задан неправильно, наверное, вообще. Ну, то есть человек задает вопрос, либо это провокация, либо он, как бы, снимая, блядь, с 90-х годов видосики правые, берет и задает... Такой, я как будто бы не знаю, но скажу, ты расист? Нет, это по-другому, это было, типа, в вышавке или нет? Это вот так отвечало. А почему же он тогда не задал этого? Почему? Вот это именно, вот это странный вопрос, который уйдет в века, наверное. Не, не, Максим не уйдет в века, он уже, бля, рано или поздно выйдет. На самом деле, это жалко, вот честно, от души. Вот я человек, который с ним подрался, и, ну... Ну и как он себя как соперник? Не, у меня хуйня вообще мешок, блядь. Я вот после вот этой хуйни с Вайтрексом, он через год, я ему звоню, говорю, давай попиздимся, дурачок, блядь, там, ты же меня из-под тишка въебал. Он говорит, не, нихуя, я там тебя проучил, короче, иди гуляй. Я его год выслеживал, в итоге он опять на Вайтрек заявляется. Я на улице жду его, он выходит весь в броне, короче, понял, в шлеме, блядь, в этой, в амуниции. А он, короче, самый последний выходил в амуниции, все, на своем байке, когда он ездил, на итальянском. Садится такой на байке, я влетаю, он просто с локтя въебывал, короче, он падает, начинаю его хуярить. Охранники, блядь, короче, вся хуня. Ну и соскакиваем, такие, типа, ну давай, все, соскакиваем. Ну, начинаем уходить в сторону тачки. Вон он приходит в себя, короче, ну мало того, что его отпиздили, дали каких-то пощечин телки, короче, его, бля, каким-то двум, бля, кинтам, дрещам. Он вообще пришел в себя такой, блядь, сука, что за хуйня, берет телескопичку, раскрывает и за нами, понял, начинает бежать. Шавки, идите сюда, я, сука, бля, я такой злой был, блядь, шёп. Да я, походу, на концерт к шавкам ходил, блядь, всю жизнь. Я такой злой был, блядь. Я, короче, беру, блядь, вот так вот, бля, в одну руку, короче, другой, блядь, вот так вот, другим флагом, второй, блядь, иди сюда, нахуй. Вот так вот, это было. Блядь, ты чё там, ты чё там, я говорю, давай, давай, я тебе чё, ёбну, прям тут, нахуй, захуярю. И, короче, он берет, он вот так, блядь, ебашит дубинку по башке, просто, у старика кровь, короче, куда-то хуярит, блядь, и я просто, блядь, у меня хуярю, прикинь, блядь, ебой. А у него, короче, шлем был, забрало вот так поднятое, и вот там он плацаный, вот так вот, вот так вот, позабрало. Ну, так делать, дорогие друзья, на улицах, конечно, уже не стоит, это палец, вот так вот, короче, блядь, смотрит, давай убегай. И вот мы тогда написали эту тему, что он 100 метров, он постоянно болта сделает, легко, блядь. Ну, в общем, дальше какой не получился конфликт, или как, забили хоть? Да, 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 да. Просто, видишь, некоторые люди до сих пор вспоминают этот конфликт, хотя уже прошло просто пиздец. Ну, это был хайповый, хайповый, блядь, момент такой. Думаешь, это ради хайпа делал он все, вот это к Мишане? Да не, он его искренне, он искренне не любил. Мишаня? Да, и нас, конечно, у нас не думают. Просто я тебе так скажу, я же общаюсь там, по контракту, знаете, или... Блядь, общаюсь тоже. Ну, и как бы мы все пришли к мнению, что Максим просто заигрался, он просто понял, что он, типа, ну, бога за бороду ухватил, и ему все можно, понял? Ну, и в какой-то момент, ну, он с реальностью столкнулся, что, дружище, ну, не все тебе можно. Зачем там, блядь, на Кубу улетел, долбоем, блядь? Ну, и как бы все. Такая хуйня. Не, на самом деле, жалко пацана вообще. И вот сейчас его вообще ни за что посадили. За какую-то хуйню, там, какие-то обзоры, блядь, ну, это вообще ни о чем. Старые какие-то темы подняли. Эта статья декриминализована, то есть там, ну, даже не дают сразу срок реальный. А и он сидит, как бы, ну, за какой-то хуйню, какие-то видеообзоры, понял? Какую-то хуйню сказал, блядь, ну, и все, человек посадили. Максим, Максим, выходи, снимай видосики. Будь, блядь, таким же отмороженным, блядь. В принципе, ну, чё, зачем, блядь, зла, ну, желать человеку просто потому, что, ну, какой-то конфликт был. Я считаю, что нам надо тебе только добра желать. Ну, никому не пожелай на зоне оказаться вообще, в принципе, это такая... Вот это мудро, на самом деле, слова не мальчика, а мужа. Никому не пожелай на зоне оказаться, даже врагу. У нас там были конфликты, чисто там. Да, ну, на самом деле, с возрастом многое там понимаешь, что, что... Но позиция-то понятна, то, что жизнь есть, она выстроилась там у людей давно. Кому-то она нравится, кому-то нет. Но адекватность надо в любом случае, друзья мои, в жизни соблюдать. Здесь просто у нас в зале есть контингент, который именно относится к террасе. И, соответственно, здесь был очень старый человек. В принципе, с ним изначально хотели снять этот влог. Один из самых старых коллективов местных. Вон оттуда вообще с самого начала. Но в очень крутой форме и по боксу, и по кроссфиту. Смысл был снять, показать, что люди, которым за 40, ну, скажем, ветеран, находятся на очень хорошем уровне. Я считаю, на хорошем уровне нахожусь. Ну, для любителя. Ну, наверное, на зло врагам, на зависть пузатой молодежи. Я и тебя не имею, я думаю. Да я и не молодежь, потому что... Не потому что я пузатая, а потому что молодежь. Просто на самом деле, ну, брать, если Самару или другой, любой город, в принципе, ну, если мы возьмем 42-летнего фаната, ну, то есть фаната, который в нулевых годах что-то мутил, то 80% такого возраста уже, скорее всего, умерло. Ну, реально, это, к сожалению, такая правда. И умерло не своей смертью, а именно от алкоголя или от какой-нибудь другой уния. От электрички, да. Да, да, хоть от чего. От греко-римской, но не борьбы. И тут, дорогие друзья, у меня следующий вывод. То, что будущее строить только вам. Выбирайте. Либо подыхать от туберкулеза или, блядь, наркомании, сифилиза. Либо, как бы, заниматься спортом и выглядеть как Андрюха и получать респект. И встречать свою любовь еще вдобавок. Отгоняться от грусти. На самом деле, спорт очень сильно, скажем так, развеивает. У всех разные трудные периоды в жизни бывают. И в том числе у тебя они были. Многие даже клиенты, которых я тренирую, приходят сюда и говорят, вообще, очень круто. Это переключалочка. Человек в приходящий зал забывается обо всем особо. Но ебашит грушу так, что скотча уже не хватает перевязывать. Поэтому, друзья мои, напоминаем инстаграм Андрея. Пишите, записывайтесь на тренировку. Развеивайтесь. Вспоминайте. И так далее. А как? Кстати, вчера, позавчера подходит на рецепт. Здесь мужик говорит, здорово, я как записался на тренировку. В смысле, записался. Ну, как вечером на 7 часов. Я говорю, вопрос. А ты говоришь, типа, ну, водник стартовал. Да, ну ты же, говорит, мясной, и я мясной. Хочу тренироваться с тобой. Такие случаи бывают. Ну, и коней потренируют. И всех. Да вообще всех, ребята. Кроме Сан-Пауля. Короче, на самом деле, с Иваном, естественно, мы даже не договаривались встретиться. Я даже в теории не знал, что он здесь занимается. И как бы Андрюха, шофер, тоже не знал даже, что мы знакомы были. В принципе, прекратилось какое-то тесное общение. Вот на фоне всех этих распри, связанных с отношениями России, Украины. Вот это вот сей бельбердой в фанатской среде, в хардкорной среде, в субкультурной среде. Многие наши, скажем так, мировоззрения и позиции по данным всем вопросам с Иваном расходились. Но рад был видеть, в любом случае, чисто по-человечески, данный видеоматериал наш. Еще раз доказывает то, что мы снимаем все субкультуры, весь андеграунд без фальши, без лжи, без приукрашиваний. Все кайф. Я думаю, очень многие знают про группу ОХС. И было интересно послушать, как все распалось, из-за чего пошло, за душевные беседы. И все те, кто готов раскрыться перед нами, для наших многомиллионной публики, которая еще не подписана, но уже сейчас регистрируется на Ютубе, ставит галочку, звоночек, колокольчик, лайк и комментарий. Ради вас, дорогие друзья! Все ради вас! Надеюсь, вам с нами интересно! Решил этот год вообще начать без негатива. То есть я прям перекрылся от негатива. Пишут говно, я просто блокирую и не уделяю больше на это время. Ну зачем это? Мы же, блядь, воспитанные люди, в конце концов. А вот эта хуйня вообще мне не нравится. И, в общем, я хотел к чему подвести. Мы находимся на чистых прудах, допустим. Да, чистое место, все дела, центр Москвы. Мы можем находиться на окраинах Самары, там, где какие-то зарубы происходили. Да хоть около кладбища Металлурга, хоть где, какая была бы у нас геолокация, но мы не равняем слово провинция с бомжатиной. Если те, кто равняют, типа, а, провинция решает, ебать искренним моментом. Ребят, это не наш подписчик. Мы не к тому стремимся. Мы делаем обзор на какие-то криминальные темы из прошлого, какие-то субкультуры. В общем, так. А, блядь, пнуть бомжа или там лечь с ним выпить водки рядом, это не провинция решает. Ребят, поймите это. Мне кажется, это как раз ты про аудиторию рассказываешь, которые вот бухающие. Я вообще людей не делю на тех, кто бухающих. Нет, алканы, которые вот там. Алкаши, да. Но это дно, это ебучее дно. Извините, там, если кого-то задел, но эти слова должны вам запасть душу, если вы такой. То, что так жить нельзя, потому что очень много было. Блядь, на пути становления самарского движа и так далее. А отребья, с которыми на секторе-то даже, они подходят здороваться, ты им даже руку не тянешь, потому что это пиздец. Ну, как бы, в любом случае, фанат и так далее. Да хоть кто, любой человек вообще, он должен в первую очередь жить так, чтобы за него мамка не краснела. Приходишь на футбол или куда-либо, увидишь кучу пьяного отребья, которое ведет себя просто, ну, блядь, минимум не по-людски, не по-мужски. Смотришь на все это и понимаешь, что, слава богу, ты не такой. Хотя, когда-то раньше, возможно, где-то мелькали такие вещи в тебе. Собрались на чистых прудах, наверное, не просто так, родное, старое для всех место. Я назову это родиной фанатизма около футбола всей этой движухи. Возьму на себя ответственность, с позволения там кого-либо. Годами здесь жили люди и по сей день живут, некоторые я знаю. Приезжали разные лагеря и большими количествами, и малыми, и всякими. Друг друга пиздили тут, ну, именно прям по командам. Вообще тут было все. Здесь есть памятник Ди Каприо во дворах и посольства. На Ди Каприо похож чувак. Ди Каприо, его назвали Ди Каприо. Все спросят, что вы где? Мы у Ди Каприо все знали, куда идти. Здесь были и на Дерби общаки пересекались, иконские, мясные, и пьяные драки, и поножовщины, всякие бомжи. Ну, что-то тут все было, все, что есть в жизни, что здесь происходило. Мы здесь в моей машине и спали, и пили, и жили. Я здесь многому что-то учерпнул, многому чему научился, многому чему мы учили. Есть бухающие, а есть люди, которые не умеют бухать, не умеют пить, потому что они по жизни животные. Ну, соответственно, я говорю, потому что не призываю к спорту и вообще к чему-либо, просто чтобы люди следили за собой, за своим внешним видом, за своим поведением. Везде, в обществе, среди людей, друзей, тем более, в общем, на стадионах. Печально смотреть, если честно, на самом деле. Сука какая, блядь. Есть люди возрастные, которые могли бы себе позволить бухать, но они этого не делают. А есть молодые, кто смотришь, они физически не готовы, не подготовлены, и морально они, блядь, разложены. А есть люди вроде по паспорту молодые, а сами уже в земельке похоронены. Так сложилось, это последняя моя акция, заруба вообще, участие в чем-либо. Особенно фанатизм в футболе. Мы ехали, это было лет 5-6 назад, ехали мы в Казань на выезд коллективом одним известным от начать день рождения через Нижний Новгород. Как-то так получилось, уже не знаем как, но так сложилось. А где-то в районе Владимира нас настигли хорошие люди из белого-голубого лагеря и красно-синего. Честь по чести мы вылетели из автобуса, зарубились, где практически сзади уже зашла основная часть массы красно-синих. Ну, то есть, все там полегли, но выступили достойно. Кто-то достойный, кто-то нет. В плане том, что кто-то нормально порубился, а кто-то не порубился в свои возможности, как мог. Я имею в виду себя. Я в то время был не очень физически подготовлен, соответственно, хапнул хорошо, там с переломами рук и так далее. Это была классика. Нас нашли, поймали на трассе, тормозили, прорубились, получили пизды, пожали руки, разъехали. Все по классике. И чтобы быть в любое время в хорошей форме, нужно и своей заниматься. И это у нас был же прижиг молодежи. Хотя молодежь есть спортивная у нас очень, но и немалая, и не спортивная. В заключение, хотел бы сказать, что есть такие случаи, и был со мной недавно такой случай. Я рассказывал, пока сюда ехали, Роме. Пришлось сцепиться, ну, склестнуться, скажем, с тремя гостями столицы в магазине. Не буду говорить. Не побоюсь даже слова «Родина», наверное, в месте. Вот. Я не проиграл. Вот. Я чего желаю всем, кто смотрит канал Дубпровинции. Ездили на «Динамо», я не помню точно, и затусили на чистых прудах. И вот где-то вот из этих лавок мы просто, ну, немножко подвыпили и уснули. Я просыпаюсь от того, что будет меня Коля. Немножко подвыпили. Будет меня Коля, говорит, вставай, скотина, меня, говорит, чуть не обули. Я говорю, а что случилось? Он говорит, два каких-то гостей из столицы начали, ну, типа, я просыпаюсь от того, что тебя шманают. Говорит, давай его гнать, короче. Он говорит, посмотри, ничего тебя не сперли. А у меня в кармане был паспорт, короче. Я говорю, паспорт сперли. Он говорит, ну, все, красавец, пешком поедешь, типа, в Самару. В итоге была фишка в том, что мы вписывались в электрички, ехали через Сасово, через Потьмы. В итоге где-то тоже в Мордовию мы вышли, вписались в поезд, но мы нашли начальника поезда и сказали ему, давай мы сейчас проедем вот по паспорту Николая, а когда приедем в Самару, он паспорт у тебя останется. Сколько ты будешь стоять, типа, в Самаре? Мы вот так вот доезжаем. Я, естественно, бегу домой, забираю деньги, отдаем бабки и забираем паспорт, короче. И спустя два года позвонили бате, типа, потому что прописка была у меня на том паспорте еще с родителями, вот, и они говорят, нашли, типа, в каком-то доме, в каком-то сейфе паспорт вашего сына, и вот по прописке, типа, мы вот вычислили, короче, за две тысячи рублей мне его прислали обратно. А что за сейф ты, блядь? Как бы ты в сейф залезли, блядь? Я тебе серьезно говорю, нашли в сейфе. Прошло два года, прикинь. Блядь, с царскими монетами лежал, не бойся. Вот к чему, то, что на Чистых прудах есть магия. Садена Чистобрудинского, слыхали? Какая магия, ебать, проебать, все магией. Выпить и лишь поспать. А я люблю бухнуть и помахаться. Люблю я помахаться и бухнуть, как Алексей закон поет. Паспорт проверь. Слушай, ну раньше-то как бухали, немножко. Вот он, вот он. Хотели снять одним составом, но, к сожалению, это Москва, где не всегда получается собраться вовремя. Бывая по полгода, по годам мы не можем найти встречи друг друга, потому что это рутина, чисто тупо. Вот, и выпуск немного получилось не так, как хотели. И, пользуясь случаем, как раз попал под ту ситуацию, что парни получили серебряную кнопку. Хотел бы поздравить, молодцы. Поздравление в инстаграме, что гните дальше, оставайтесь такими же, не забывайте никого никогда, когда подниметесь. Красавцы парни, молодцы, уважуха, прям душевные парни, я вас люблю. А мы тебя. А души. Вот такой вот у нас добрый чистопрудненский разговор получился. А вообще кайф тут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова